Так, сейчас мы пойдем к дворцу спорта, это вот ледовый дворец Витебска, про который рассказывают страшные байки, о том, что там собираются складировать трупы, то, что там людей с коронавирусом собираются пачками просто складывать. Пойдем посмотрим, что здесь. А, погодка, конечно, не айс, дожди нальет, но мы пойдем посмотрим. Говорят, что дворец закрыт и туда никого не пускают. Ну, тут есть какое-то кафе Айс, там стоит много машин припаркованно, лимузины всякие, тут вон кассовый зал. Походу, что что-то все-таки работает. Может, даже дворец и открыт. Сейчас зайдем посмотрим, вон, блин, дождь льет. Ужасающий, жесточайший. Ага, там вон какие-то люди. Сидит кто-то. Работает, может, или что там, охранник. Ну, тут затененные стекла, ничего не видно. Ну-ка, не работают. Сейчас подойдем, спросим там, где кассовый зал, что там ответит. Работает ли ледовый дворец или нет? Двери, тут все затемненные стекла. Плохо видно. Здравствуйте. А хотел спросить, просто ледовый дворец, он работает вообще или нет? Это просто говорят, ходят слухи, что он закрыт, там никого не пускают. Ну, вы видите, я же на работе. А, понятно. То есть, это касса для того, чтобы можно было купить билеты, там покататься на льду. То есть, все, он работает, дворец. Хорошо, спасибо. Ну вот, видите, еще один слух о том, что дворец закрыт, что тут что-то складируют. Это неправда. Все работает, вот средства есть для дезинфекции рук. Ну, ну, да. Ну, то есть, обычная осторожность. Да, обрабатывают все немножко. Ну, ну, а так вот. Как везде. Хорошо, понял. Спасибо. Смотрите, вот мы сейчас на территории БСМП, больницы, Витебской больницы скорой помощи. Тут вот травма, пункт, приемное отделение, как бы все, да. Вот сам въезд, там стоит охрана, но тут пропускают. Говорят, что охранники карантина нет. Приемный покой акушерского корпуса. Там вот терапевтический корпус. Где инфекционный корпус, мы сейчас тоже поедем туда, посмотрим. Здравствуйте, а это инфекционная больница, да? Нет. Вы охраняете этот карантин, да, или как? Просто открываем двери машины. А, то есть просто здесь машины сюда въезжают, да, или люди заходят? Не можете, не можете комментариев никаких дать, я блогер. Не можете дать никаких комментариев в ситуации? Да, ну, конечно, сейчас же ситуация, знаете, какая в стране. Люди хотят знать правду, приходит много мифов. Вот сейчас я был возле Ледового дворца, все нормально, открыто работает, касса, а ходят слухи, что там чуть ли не трупы складируют. Надо же с этим бороться как-то, развеивать эти мифы. Иначе люди начинают придумывать всякую фигню. Вот от вас, кстати, люди придумывают. Нет, мы как раз ходим и показываем правду, что есть. А из-за того, что правду не рассказывают, люди начинают додумывать сами. Вот там стоят, значит, в администрации как раз таки врут, там ничего не говорят. Говорят, вообще коронавируса нет в стране. Надо водкой и трактором лечиться, говорят. У нас все хорошо. А, у вас все хорошо. Ну, понятно, спасибо. Пусто все. А, вон, проход пешком можно зайти спокойно. И ни охраны никакой нет. Никого нет. Конечно, все пусто. Карантин же, блин. Так а почему охраны меньше? Я не знаю, умерли все уже, наверное. Чума, холера. Не, прикольно. Обычно тут это всегда... А, он закрыт, наверное, смотри, там какие-то надписи весят сейчас. По-любому закрыт, но охрана... Я понимаю, сейчас подойду, почитаю, что там написано на самом центре. Там какие-то надписи. Секундочку. А не отсюда, наверное, просто вход, поэтому охраны здесь нет. Мы медицинские копыки, где-то не будет. Ну-ка подойдем, посмотрим, что там написано. Какая-то вот надпись висит. Посмотреть. Плановую, платную медицинскую помощь не оказываем. Ну, выдача препаратов биопсийного материала. Так. Лекарственные средства центрального закупа. Граждане, прибывшие из стран негаломолучных по коронавирусу, находятся в контакте... Ага, короче, да, какие-то рекламы, объявления. По вопросам выдачи. То-то и то-то. Надо спросить, работает ли диагностический центр. Тут закрыто. Тут дверь тоже закрыта. Не работай. А вход там написано, что-то со двора или что там? Когда-то вон бумажка висит. Посмотрим, что там говорят. Вход за двора. На постоянную работу. Вход в здание стационара. Строга бахилок с пеной обуви. Посещение 11. Центральный вход закрыт. С 8 до 11. С 13 до 17. Ну-ка. Да. О, открыто. Работает? Не на карантине? Сказали, сейчас придут. А, я просто хотел спросить, как там. Тут все закрыто, все карантин. Все закрыто. Разные мифы ходят, что тут чуть ли не уже совсем, тут завалы. Нет, это железнодорожное. Железнодорожное? А здесь нормально все, да? Здесь более-менее. Вход рядом. Справочное бюро. А вы как сотрудник или вы пациент? В больнице нет, только тетер. А, за конец, да. Девушка, если можно передать, а что капельки поставили? Да, нет. Это этаж 4,5,5. А, ну, там бумажка лежит. Двойная шахамина? А, ну, да, да, да. А, ну, как-то решили. Справочное бюро. Все, да? Да. Минуточку. Сейчас, скушу, тихону. У нас только есть бугарьев, мужчина. А, а, вы 150. Да, понял. Да. А, понял. Сейчас. Я-то не смогу. Все, да? Да. Все, спасибо. Спасибо. Не хотите тебе несколько комментариев дать вообще по ситуации? Я смотрю, у вас открыто здесь, говорят, что тут что завалено. Я не подаете комментариев не даю. А, вы не даете комментарии? Хорошо. То просто смотрю, у вас тут открыто, все нормально, не завалено. Не, ну просто в некоторых местах там закрыто, а вообще охрана не пускает вообще никого на территорию. Все вопросы к администрации. Следующий наш объект – это гостиница «Двина». Говорят, что она закрыта там на карантин, что туда будут больных ложить. Мы сейчас пройдем, посмотрим, что тут вообще происходит. Вход в нее, интересно, где там? Там, наверное, ресторан «Двина», а гостиница здесь, наверное, вход. Ну-ка, посмотрим. Здравствуйте. А открыта гостиница, да? Хотелось бы спросить просто. Хотелось бы узнать, а гостиница, она вообще открыта для людей, для заселения, например? У нас гостиницы нет за ножом. Что? У нас гостиницы нет. А, гостиницы нет, это просто помещение здесь, да? Общежитие. Общежитие? Угу. Так, вот это железнодорожная больница. Сейчас мы подойдем, узнаем что-нибудь. Витебский областной специализированный центр, вот. Корпус 1. Человек какой-то был, ушел сейчас. Справочное бюро. Прошлый раз здесь были, прошлый раз тут были. Открывают сейчас, скорая помощь. Хотя, что-то смотрим, уже здесь выявил. Прошлый раз, несколько дней назад, тут стояли люди какие-то в штатском. Сейчас уже нету. Вот, везут что-то на буксире, скорую помощь. Ну, дня два назад были, тут какие-то люди в штатском стояли, такие на вопросы не отвечают. Видно по виду, ментовские. Нету тут, нету. Нету, нету. Здравствуйте, а не могли бы ответить на несколько вопросов? В больнице закрыта на карантин, да? Туда нельзя проходить? Только передач? Не могу ответить. Ну, как бы аудио просто, не можете ответить, а вы охранник больницы, да? Или вы сотрудник правоохранительных органов? Не можете ответить на этот вопрос? Или открыть здесь? Нет, я говорю сейчас, понятно, а вот пару дней назад, что, не знаете об этом? Я работал в воскресенье. В воскресенье? Да, никого тут нет. Я говорю, что дня два назад. Продолжение следует...